Добрый день, Дмитрий Валерьянович! Добрый день еще раз. Комиссия, с одной стороны, как вы правильно заметили, она и непростая, но в тот же момент она очень важная для Чебоксарского городского собрания депутатов. В своей работе мы опираемся на регламент и опираемся на положение по депутатской этике. Два основных важных документа. Каждый депутат должен придерживаться этих документов. Ну и вот в русле данных документов мы строим свою работу, разбираем жалобы, если таковые появляются на наших коллег. И стараемся, чтобы довести до каждого депутата, как они должны выстраивать свою работу. Как они должны выстраивать свою работу с избирателями, с горожанами, как они должны правильно выступать публично, где они не должны пересекать определенные грани для того, чтобы потом данную ситуацию уже не разбирать на комиссии. То есть все под строгим контролем, так можно сказать? Ну, понимаете, тут не то, что строгий контроль, здесь просто нужно соблюдать нормы этики и морали, в первую очередь, учитывая, что депутат все-таки это лицо города, лицо избирательного округа. Он должен быть всегда в качестве примера, не только для своих избирателей, но в первую очередь и для подрастающего поколения. Он, как бы, можно сказать, такой учитель определенный. Ну, согласна. А вот как бы вы охарактеризовали бы новый состав ЧГСД? Хороший состав. Считаю, что он очень работоспособный. Много перспективных, очень интересных людей со своими идеями, очень амбициозные ребята. Думаю, что в новом составе будет очень интересно работать. И я думаю, что новый состав внесет определенные такие черты для развития нашего города. Я думаю, вообще все должно быть замечательно. Вообще у нас, если посмотреть на все созывы, у нас состав обновляется все время таким образом, что он становится молодее. Поэтому отсюда и новое течение, наверное. Ничего не хочу сказать про более старшее поколение. Старшее поколение – это мудрецы. У них большой опыт за плечами. И вот этот симбиоз обязательно должен прийти плоды. Согласна. Ну, а теперь вернемся к вашим прошлым обязанностям. В прошлом вы входили в комиссию по городскому хозяйству. Хотелось бы уточнить, что это одна из активных работающих комиссий. Спасибо большое. Мы с вами встречались на рейдах, на выездных разных заседаниях, комиссиях. И вот как вы хотели бы уточнить, как отработали вообще этот период? На самом деле очень сложный вопрос вы сейчас задаете. В первую очередь оценку все-таки должны стоять горожане. Только они имеют право сказать, хорошо мы отработали или нет. Мы с своей стороны сделали все возможное для того, чтобы оправдать их надежды. Старались в своей работе применять определенные новые технологии, учитывать опыт других регионов, учитывать новаторские какие-то мышления, которые есть не только даже в Российской Федерации, но и в зарубежья. И вот один из, наверное, из таких вот моментов, который сейчас быстро приходит на ум, это энергоэффективность нашего городского пространства. Если вы заметили, что сейчас меняются светильники по городу. Сегодня уже скоро на днях завершится первый этап. В следующем году перейдем мы ко второму этапу. И все светильники в нашем городе будут полностью заменены. Тем самым мы не только сэкономим средства бюджета на электроэнергопотребление, но в тот же момент у нас город станет намного светлее. И вот такие вот новшества, их нужно в первую очередь применять для того, чтобы затратную часть уменьшить, а жизнь наших горожан сделать более комфортной в нашем городе. В городском хозяйстве, конечно же, мы делали упоры и на городскую среду обитания в нашем городе. Во многих дворах мы делаем ремонты. Ремонты, если вы, наверное, уже заметили, они у нас сейчас проходят немножко в другом русле, не так, как раньше. Сейчас мы стараемся зайти туда более комплексно. И уже если во двор зашли, то там меняется и асфальтовое полотно, и полностью детская площадка становится современная, светооборудование другое, там идет вырубка деревьев, кронирование деревьев. Непосредственно перед каждым подъездом устанавливаются скамейки, урны. И все это в первую очередь обсуждается с горожанами. То есть вот есть двор, там 4-5 домов близлежащих, они обсуждают, говорят, что они хотят, там несколько раз собираются, обсуждают этот проект, потом все это документируется, протоколируется. И только после полного обсуждения с горожанами и после полного согласия данного проекта уже приступается сама реконструкция двора. Вот такая работа, тесно связанная со своими избирателями, с горожанами, мне кажется, она более правильная. Потому что один человек, может, там какой-то чиновник видит это по-своему, но люди этого, возможно, не хотят. Поэтому соприкосновение и полное обсуждение с избирателями, с горожанами непосредственно города, это, на мой взгляд, очень правильное решение и эффективное решение в первую очередь. Кстати, помогает ли вам работе платформа «Открытый город»? Мы сейчас даже наши общественные пространства, городские, также обсуждаем с избирателями. У нас есть портал «Открытый город», о котором уже многие знают, проходит голосование. Так мы обустраиваем и московскую набережную, и парки. То есть люди сами выбирают, что в первую очередь ремонтировать, что в вторую, что в третью. Мы только помогаем. То есть такая обратная связь, она, конечно же, помогает и поддерживает. А вот какие наказы избирателей, в первую очередь, сейчас вы хотите решить, сразу после Нового года? Вы про округ говорите? Да. Ну, во-первых, конечно же, это дворы. Люди в первую очередь пытаются отремонтировать и желают отремонтировать то, что к ним ближе. Поэтому в первую очередь они делают упор на дворы, а потом уже в дальнейшем на что-то другое. Но в тот же момент, вот у меня сейчас округ связан с 37-й и 17-й школой, у них нет школьного стадиона. Хорошего современного школьного стадиона. То, что сейчас, ну, это не соответствует даже нормам морали определенным. Я уж не говорю про то, насколько там дети могут комфортно заниматься физкультурой и спортом. Поэтому в данный момент мы со своими избирателями делаем упор на это. У нас есть большое коллективное обращение, свыше 2,5 тысяч подписей мы собрали под этим обращением. Кроме всего прочего, мы наметили определенные планы благоустройства дворовых территорий, ну и близлежащих пространств, которые есть в округе. А вот еще такой вопрос интересный. Намерены ли вы вернуть День депутата или его заменит все-таки электронное общение? Как было бы удобнее общаться? День депутата у нас есть. Мы принимаем и граждан в этот день очень активно. Но вот вы правильно заметили, что сейчас у нас в обиход входит уже электронное обращение граждан. Связано это в первую очередь, конечно, с коронавирусом. Но ничего не может заменить непосредственно общение с глазу на глаз, когда ты видишь человека, когда видишь его эмоции и там где-то и боль определенную. В основном люди-то приходят, когда обращаются с определенной болью какой-то, они не приходят к тебе, когда у них все хорошо. К сожалению, это так. И поэтому вот такое обращение электронное, оно у нас будет, но мы стараемся все-таки с людьми встречаться в первую очередь. Надеемся, что коронавирусная ситуация у нас скоро пропадет и возобновится нормальное общение. Но пока мы, конечно, все равно принимаем дистанционно. Выезжаем во дворы, то есть с соблюдением определенных мер, прописанных Роспотребнадзором. Ну, а так вот все обращения проходят электронно. Программа «Инициативное бюджетирование» помогла нам решить многие проблемы по парковкам, по детским площадкам. Сейчас, дальше, куда мы будем двигаться? Программа «Инициативное бюджетирование» на самом деле очень серьезная. Здесь есть двоякое такое мнение. Некоторые говорят, что это плохо, что почему мы там за что-то должны платить, хотя платят на самом деле совсем маленькую и значительную часть. Но в тот же момент, на мой взгляд, это правильный инструмент. Почему? Объясню. Потому что, когда люди вкладывают непосредственно какую-то определенную свою маленькую небольшую часть в этот проект, то он уже становится их частичкой. И тем самым они ею дорожат. Когда им приносят и делают что-то, все это бесплатно, то, к сожалению, так получается, что люди не оценивают то добро, которое им делают. Где-то что-то ломается быстро, а вот когда что-то уже они в свою часть внесли, они за этим начинают следить. Это, наверное, связано с психологией человека, но это на самом деле так. И сегодня большое количество по «Инициативному бюджетированию» мы сделали даров, где-то сделали освещение, где-то там благоустроили дворы. То есть это очень хорошая форма, которая с каждым годом набирает оборот. Вот. Сегодня стоит уже определенная очередь по данной программе. То есть мы дальше будем поддерживать? Мы ее будем дальше поддерживать. Люди хотят вложиться больше и сделать и проект больше. Поэтому там уже конкурс. Вот говоря о бюджете, как вы оцениваете бюджет будущего года и какие задачи первичны, на ваш взгляд? Ну, учитывая, что сейчас странная ситуация довольно-таки непростая, бюджет, конечно, будет тоже непростым. Он будет очень сложным. Мы будем стараться в первую очередь сделать, конечно же, бюджет социальным. Но мне бы хотелось еще, кроме того, чтобы этот бюджет у нас был социальным, развитым, я бы хотел, в первую очередь, как депутат, как человек, который живет в этом городе и любит свой очень сильно город, чтобы это был бюджет развития. Что это подразумевается? Чтобы мы вкладывали деньги в всеразличные проекты, которые со временем, во-первых, наш город сделают краше и комфортнее для проживания, но в тот же момент, чтобы была определенная отдача от этого бюджета, чтобы деньги, которые мы потратим сейчас, чтобы со временем они нам принесли определенный какой-то доход. Доходная часть в бюджете, к сожалению, все время уменьшается. В свое время, в советские годы, было большое количество помещений. Сейчас данные помещения, согласно федеральному закону, в большей степени уже распроданы. И город даже здесь делать ничего не может. Есть федеральный закон. У нас помещений своих нет. Если раньше в свое время была хорошая доходная часть за счет аренды этих помещений, то это сейчас строчка, она сокращается. Город должен на чем-то зарабатывать. Но я противник того, чтобы город зарабатывал на налогах. Не нужно повышать налоги для того, чтобы доходная часть бюджета повысилась. Надо научиться делать так, чтобы доходная часть бюджета повышалась за счет других форумов. Их надо просто находить. Ну вот в завершении нашей с вами беседы хотелось бы уточнить, что будет для вас важным в следующем году наступающем? 2021 год. Мне кажется, после 2020 года все мы ждем что-то такого сверхъестественного, чтобы 2020 год быстрее там завершился со всеми своими проблемами. И мы начали там 2021 год, ну, конечно, не с чистого листа, да, но с хороших, интересных жизненных эмоций. Я бы хотел всем нам пожелать счастья в 2021 году. Хотел бы, чтобы мы этот 2021 год провели в ярких, красочных эмоциях, чтобы счастье у нас намного больше преобладало над грустью, над горестью. Каждому хотел бы пожелать крепкого здоровья, здоровья своим близким, родным. Хотелось бы, чтобы 2021 год нам запомнился как самым-самым сумасшедшим каким-то в плане эмоций. Вот, пусть это будет яркий такой взрыв, который нам запомнится на всю жизнь. Благодарю вас за содержательную беседу. И я напоминаю, в рамках программы «Местное самоуправление» председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по депутатской этике Дмитрий Неконоров рассказал об итогах работы местного самоуправления. До свидания.